Всем добрый день! Как всегда, рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня готовим вкусные кремли. Для приготовления потребуется 250 грамм вот такого вот пастообразного творога. Это очень важно. Нужно, чтобы творог был однородный, без всяких комочков и крупинок. Если у вас не такой, протрите его через сито и попробейте блендером. К творогу я добавляю сразу все продукты практически. Добавляю 40-50 грамм сахара, либо по вкусу. 2 яйца, пол чайной ложечки соли, слегка все перемешиваю и добавляю 150 миллилитров йогурта, кефира, либо любого другого кисломолочного продукта. Также добавлю 1 столовую ложку растительного масла. Это совсем не обязательно, опционно. К муке у меня здесь просеяно 500 грамм. Добавляю 1 пакетик 12 грамм разрыхлителя и перемешиваю. Мука у меня была предварительно просеяна. Добавляю частями муку и замешиваю тесто. Тесто не должно быть чересчур плотное, поэтому с мукой осторожно добавляем небольшими частями, перемешиваем. Возможно, у вас уйдет чуть-чуть меньше муки, зависит от размера яиц. У меня достаточно крупные и влажности творога. Как вы видели, у меня был такой очень влажный, пастообразный творог. Замешиваем тесто. Как я уже сказала, не слишком плотное, но такое, чтобы оно не липло к рукам. Посмотрите, какое тесто получается. Обязательно дайте тесту отдохнуть, полежать немножечко на столе, минут 10-15. Я просто подсыпаю рабочую поверхность мукой, формирую шар теста и прикрываю той же самой миской, в которой делала замес. Оставляю тесто расслабиться минут на 15, потом делю тесто на две части и каждую часть раскатываю в пласт. Слишком тонко не раскатываю. Кребли должны получиться воздушные, мягкие, не слишком тонкие. Я раскатываю толщиной примерно полсантиметра. Делю на такие сегменты и на прямоугольники. Потом делаю в каждом прямоугольнике по небольшому надрезу и поворачиваю как галстук. Формирую таким образом кребли. Я думаю, формовка такая всем знакома из детства. Всем готовили или мамы, или бабушки такую быструю вкусняшку к чаю. Растительное масло разогреваю на сковороде, наливаю примерно 1,5-2 см высотой. И обжариваю с двух сторон до золотистого цвета. Выкладываю готовые обжаренные кребли на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки жира. И потом перекладываю на другое блюдо. Приготовьте, попробуйте. Добавка творога, как и выбор тесто, сделает это тесто очень нежным, вкусным, пышным. Готовьте с удовольствием. Я думаю, вам понравится такой рецепт. Заходите в плейлист. Там вы найдете еще несколько вариантов самых разных креблей и лепешек. Готовьте с удовольствием. А мы с вами увидимся в следующем видео. Поддержите меня пальцем вверх. И не забудьте оставить внизу под видео комментарии. Это помогает каналу развиваться. Всем спасибо за внимание. Пока!